Бокер Тов, доброе утро! Шаббат Шалом! Шавот Самех! Мы говорим о празднике, который называется Шавот. Тора называет его праздник перлина Куражая. Тора говорит, что от второго дня Песоха, отсчитайте 7 недель, 49 дней, они должны быть полными. Когда наступает ночь, после 49 дня, наступает праздник Шавот. Так мы узнали, что это праздник 6 Сивана. И не только сбор перлина Куражая праздник, это еще праздник, когда мы получили Тора на горе Синай. Мы слышали 10 речений, 2 первых речения нам Всевышний сам сказал, мы испугались, наши души повылетали, Всевышний нам их вернул росой. И остальные мы заповеди услышали 8 от Маше. Что в этом дне есть необычного? Мы хотели после получения Тора уже кошерно есть животных, забивать их правильно, но еще не был известен в этот день закон. Так мы ели молочное. Мы не хотели нарушать, мы ели молочное уже. И поэтому есть такая трапеза. В начале Шавота мы едим молочную еду. Об этом празднике можно много рассказывать, но мы возьмем интересную вещь из главы Ваикра. Написано в книге Ваикра. Это глава Эмор, по-моему. Написано, что в этот день вы должны принести 2 хлеба из квасного теста. И после этого мы можем есть пшеницу нового урожая. Если со второго дня Песоха мы имеем право есть уже ячменьного урожая, теперь пшеницу. Так это квасные хлебы их на жертвы не приносят. Очевидно, их коины едят. Написано в главе Пенхаз, что в праздник Шавот, как и в Рашходыш, как и в Песах, мы приносим 2 молодых быка, 1 барана, 7 годовалых огнят и так далее. Но здесь в главе Эмор написано, что мы приносим 1 молодого быка, 2 баранов, 7 ягнят. Что это такое? В одной главе так написано, в другой так написано. Как это понять? И Раш, Рабиш Лома Исакибла, в своей памяти, он говорит, вот этот дополнительный бык и 2 барана и 7 ягнят относятся к этим хлебам. Это вместе с этими двумя хлебами мы приносим дополнительно эти жертвы. И тогда у нас получается 3 быка, 3 барана, 14 ягнят. Вот так. То есть эта задача вот так решается. Интересно, что мы таханум не читаем до 12 числа месяца Сиван. Дело в том, что мы не успевали в этот день принести все приношения, которые хотели, мирные жертвы. Мы их приносили до 12 числа. То есть получается, что 7 дней мы в Песах приносим жертвоприношения и также праздник Сухот 7 дней. И здесь тоже, правда, это жертвы мирные дополнительные мы приносим, свое сердце приносим праздник Шавот. Всем всего самого наилучшего, прекрасного шаббата, прекрасного праздника Шавот. Рог был дан за поднятие души моего папы, Яков Беннахум, моего дяди Владимир Берн Григорий, моего брата Павел Белыйфим, Хая Малка Бат-Йосель, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, память Юри Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Исхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Тривка, Полина Пер, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Бертон, Евгения Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Замазал Парансас Гула, Ирина Бат-Ури, Арон Арье Бен-Ури, За хороший дух Арон Арье Бен-Двойра, Денис Бен-Нахум, Авигаил Бат-Сар. Всем всего самого наилучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пусть закончится скоро эта война. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.